Всем привет! Меня зовут Рита и вы на моем парфюмерном канале. Тема сегодняшнего видео была подсказана моими зрителями, которые очень часто задают один и тот же вопрос. Где я покупаю свою парфюмерию? И сегодня я хочу ответить на этот вопрос, но не просто перечислить название магазинов. Я сегодня хочу провести небольшой сравнительный анализ трех интернет-магазинов, где я чаще всего являюсь покупателем и где я купила большинство своих флакончиков. Это три магазина, которые на территории России, в интернет-пространстве России достаточно известны и у которых есть доставка, скажем так, в максимально широкий список регионов. Сразу небольшой дисклеймер. Я записываю этот ролик в июле 2023 года. На текущий момент на моем канале, которому, кстати, всего лишь два с половиной месяца, поэтому я не рассматриваю себя как блогера, и этот ролик я записываю именно с позиции обычного, банального покупателя. На моем канале нет рекламной интеграции. Я не сотрудничаю ни с одним из парфюмерных магазинов. Все мои флакончики были куплены на мои личные деньги, либо были подарены моими друзьями, родственниками и знакомыми. Поэтому любой комментарий с упоминанием о том, что это рекламная интеграция, что это продвижение какого-то интернет-магазина, будут удаляться. Да, в этом ролике я нарушу свое правило не удалять комментарий. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от комментариев типа рекламы и так далее. Итак, начинаем разбираться. Три парфюмерных интернет-магазина, торгующих все три оригинальной парфюмерии. Я не встречалась ни разу с палеными флаконами. Поэтому, если у вас есть другой опыт, вы можете его написать и озвучить, но у меня здесь опыта такого нет. Все три интернет-магазина очень оперативно, очень вежливо взаимодействуют со своими клиентами. У меня были проблемы со всеми магазинами. И все три магазина очень качественно, быстро и деликатно решили все вопросы. Здесь претензий нет. У всех трех магазинов есть доставка по России. Я живу в Самаре, и исходить из доставки, говорить о каких-то там нюансах доставки, я буду, опять же, опираясь на свой опыт. Средняя полоса России. Итак, поехали. Первый критерий, по которому лично я для себя определяю, будет ли покупка, состоится ли покупка или нет, это все-таки цена. Так вот, самые дорогие флакончики на рандеву. Самые дешевые флакончики на духах. Средняя ценовая категория, парфюмерии, ориенталь. Конечно, я понимаю, что это все зависит от бренда, от названия композиции. И всегда нужно проверять, то есть нужно всегда пробегаться по всем магазинам. Но если брать сухой срез, сухой остаток, рандеву самая дорогая, прайсовая, самая дорогая ценовая политика. Следующий аспект, по которому я осуществляю, по крайней мере, свой выбор, это программа скидок. Система бонусов, система накоплений. Поскольку я являюсь постоянным клиентом, я постоянно что-то из парфюмерии покупаю, то для меня очень важна вот эта вот индивидуальная скидочная программа, для меня важна система бонусов. И здесь я могу сказать, что, наверное, самая прозрачная, самая простая и понятная программа скидок у рандеву. У них есть скидки, постоянно действующие, от самого магазина. К ним суммируется промокод блогера. То есть вы можете взять любой блогерский промокод на 10%, и он суммируется ко всем скидкам. От 2,5 тысяч. Плюс рандеву дает смешной бонус в 25 рублей за отзыв, который вы оставляете на купленный вами аромат. Все. Больше здесь ничего нет. Никаких персональных скидок, никаких индивидуальных скидок у вас не предусмотрено. Еще раз я говорю о том, что я записываю этот ролик с позиции обывателя. Я не парфюмерный блогер. Самая хитрая история у магазина Ориенталь. Что у них происходит? У них также есть постоянно действующие скидки на композиции. У них есть ежемесячная 7% дополнительная скидка на определенные бренды. Так вот, что с этой 7% скидкой не так? Я не всегда эту 7% скидку вижу именно в том проценте, в каком она заявлена. Иногда это все-таки где-то 3-5 максимум процентов. Здесь такой немножечко рекламный ход, поэтому будьте внимательны, отслеживайте, смотрите. Вообще совет для тех, кто покупает в интернет-магазинах, очень простой. Наполняйте, набирайте корзинку, делайте скриншот и анализируйте его в период скидок. Смотрите, какие цены были до скидки, потому что не все продавцы у нас достаточно честные. И большинство все-таки играет именно на той позиции, что мы перед скидочками поднимем цены и перепишем ценники. Так вот, вернусь к Ориенталь. У них есть индивидуальная накопительная скидка. Она может в максимуме достигать 20%. Но что самое интересное, пока вы идете по этой накопительной скидке, и у вас там 7%, вам потом 10, что-то 15 или что-то в этом духе, вы ее реально видите в своей корзине. То есть вы смотрите на стоимость флакончика, заходите в свой аккаунт, добавляете в свою корзиночку флакон, и там действительно высвечивается скидка. Конечную сумму вы видите, ну скажем так, отличающуюся от заявленной на сайте. Когда вы достигаете 20%, вы, ну как бы, обнуляетесь, и этой скидки уже не существует. То есть она почему-то перестает суммироваться, и вы покупаете, вы видите стоимость в своей корзине ровно такую же, как стоимость со скидкой магазина. Это очень интересная история, которая решается в принципе тоже достаточно хитрым способом, такой лайфхак. Вы создаете просто другой профиль, и начинаете вновь движение к этим 20%. Я не знаю, для чего это сделано, не знаю, почему это сделано, но, мягко говоря, это не совсем приятно. Это, ну, такое немножко кидалово, я считаю. Что еще есть из бонусов в Ориенталь? Вам начисляется тоже какой-то небольшой бонус за отзыв. И они еще дополнительно, периодически вам предоставляют после покупки купончик на 150, либо на 200 рублей, который вы, опять же, можете использовать, плюсом к той скидке, которая у вас есть, если она есть. То есть, все, по Ориенталь, все. Вот, наверное, это самый хитро сваренный магазин в плане скидок. У духов тоже достаточно прозрачная, простая история, и вот здесь они, пожалуй, выигрывают у первых двух магазинов. У них существует, как скидка от магазина, тоже постоянно здесь существует. У меня вообще такая мысль, вот у меня такое мнение, что это такая немножко, опять же, маркетинговая картинка, скидки и скидки. Следующая скидка, которую вы можете получить, это ваши индивидуальные накопительные скидки. У них очень хорошая программа накопительных скидок. Максимально вы можете накопить 12%, но она суммируется со всеми скидками интернет-магазина. Здесь нет каких-то ограничений. Следующий момент, у них великолепнейшая бонусная программа. Это не то, что вам там начисляют 25 рублей за что-то, это прям действительно хорошие бонусные баллы. Ну, например, чтобы не быть голословной, флакон парфюмерной композиции Донат Ксержо в 50 мл. Он у меня вышел со всеми моими скидками на рандеву 11.214, и мне еще вот с этих 11.214 было начислено 383 бонусных балла. То есть плюс еще, вернее, минусом еще 383 рубля. В итоге аромат вышел по цене чуть меньше 11 тысяч. Это самый дешевый флакончик среди всех этих трех интернет-магазинов. Опять же, чтобы не быть голословной, я вот здесь вот где-нибудь размещу стоимость и итоговую стоимость, а может быть в описании размещу. Да, наверное, лучше в описании, чтобы не перегружать видео. Я размещу как раз ценник на покупку вот этого аромата Дон Ксержо в интернет-магазинах до скидок и после скидок, чтобы вы могли сравнить и посмотреть. Итак, духи РФ еще не так давно ввели бонусные баллы за отзывы. Я не помню, сколько там они дают. Я, честно говоря, с отзывами не всегда заморачиваюсь, но это тоже небольшой бонусный балл, что в контексте вышеизложенного тоже достаточно приятен и делает духи РФ самым лояльным к своему покупателю, самым лояльным к своему покупателю интернет-магазину с точки зрения бонусных баллов, бонусных программ и скидок. И вообще цена самая дешевая получается. Следующий критерий – это доставка. Я бы даже сказала доставка и отправка. Вот с доставкой у всех магазинов практически плюс-минус одинаково. Это транспортные компании, это Почта России, и это отправка в пункты выдачи. То есть можно курьерскую доставку, можно в пункты выдачи. Но здесь есть один нюанс. У рандеву, опять же, доставка платная во всех случаях, кроме доставки в пункт выдачи. Я не знаю, почему это так работает, потому что во всех других магазинах эта доставка бесплатная по всем позициям. Мне лично неудобно ходить в пункты выдачи, у меня почта прямо рядом с домом, она прямо под боком в соседнем доме. И я могу сказать, что на текущий момент Почта России доставляет быстрее, чем любая транспортная компания. Опять же, из Москвы ко мне в Самару. Поэтому для меня Почта России предпочтительна. И в этом плане рандеву мне совершенно не комфортен для того, чтобы осуществлять с ними взаимодействие и чтобы получать товар от них. Есть нюанс по... Давайте так. Самая быстрая обработка заказа у Ориенталь. Самая быстрая обработка у них по той простой причине. Как только вы делаете заказ, оформляете его, вам сразу приходит подтверждение о том, что заказ оформлен. Днем, ночью, неважно. Отправку заказа они осуществляют через сутки, самое позднее, после того, как вы оформили заказ, как вам его подтвердили, как вы его оплатили. Рандеву здесь немножко задерживается. То есть у них обработка заказа происходит тоже сразу, но отправка зачастую бывает от двух до трех дней. То есть у них вот этот промежуток, он все-таки достаточно продолжительный. И аутсайдер по доставке, я не знаю, опять же, что у них там происходит. Это духи РФ. Обработка моего последнего заказа заняла 7 дней, неделю. Доставка произошла через 2,5 недели после заказа. У них такое бывает. В среднем их обработка заказа происходит в течение где-то 3-7 дней. И на почту они или, опять же, в транспортную компанию они несут ваш заказ еще дней 5, 7, а то и 10. Я не очень-то этому рада. И вот это большой жирнющий минус. Потому что хочется парфюмку получить сразу, желательно как пиццу за 2 часа. Поэтому, опять же, будьте внимательны к тому, что если вы планируете заказ на подарок и вам очень важны сроки, с духи РФ может быть лучше не связываться, либо делать это более чем заблаговременно. Следующий критерий – это подарки и маленькие ништяки, которые мы так любим находить в своих коробочках. Так вот, самая выгодная, опять же, программа по подаркам для клиента – это духи РФ. Там вы можете выбрать как платные, так и с большой скидкой, скажем так, подарочки. И они дают возможность выбора подарка, исходя из суммы заказа, подарков, исходя из суммы заказа. Но, опять же, есть нюанс. Если вы заказываете один флакон, то вам предоставляется возможность выбора одного подарка. Это бывает либо оффсэмплы, либо отливантики. Причем, что интересно, у них бывает не очень интересный выбор, а бывает прям роскошный. И в качестве примера я могу привести историю, когда у них в течение почти полугода была на бесплатной раздаче, на бесплатных подарках, были оффсэмплы Aedes 90. Великолепный нишевой бренд с официальными сэмплами, и это было прекрасно. Сейчас немножечко скромнее, они, видимо, перестали продвигать этот бренд, либо у них кончились оффсэмплы. Но, опять же, большее количество подарочков вы получите на духах, особенно если вы заказываете отливантики. В смысле, отливанты в качестве основного заказа. Наверное, даже не самый, а примерно одинаковый формат. А вот нет, не одинаковый. У Ориенталь вы тоже можете выбрать себе подарок. И там вам дается всегда один подарок к заказу вне зависимости от стоимости. На рандеву всегда будет два подарочка, которые идут на выбор магазина. И, если честно говоря, мне вот эта вот тема с одними и теми же подарками, ну, она не очень нравится. Почему? Потому что у тебя в итоге скапливается какое-то невероятное количество одного и того же кремушка, одного и того же средства или одного и того же парфюма. Не знаю, мне это не очень нравится. и, ну, это мое персональное мнение. Следующий нюанс, который я бы хотела осветить здесь. По-моему, я закончила со всеми. Про духи РФ. Много сказано, много оговорено, что якобы там, ну, какие-то проблемы нерешаемые. Я знаю, что блогеры тоже много писали. У меня этого нет. У меня проблем не возникало ни с одним магазином, когда они возникали. Все решалось. То есть претензий у меня нет ни к одному магазину. Что касается отливантов. Я все-таки ратую за то, чтобы пользоваться ими и знакомиться с незнакомыми парфюмерными композициями через отливанты. Так вот, на духах самая выгодная цена и самый, скажем так, удобный, опять же, для меня формат отливантов. У них долгое время были очень классные отливанты в металлическом корпусе, стеклянная колба. Но что-то пошло не так, что-то произошло, и последние, опять же, где-то года полтора у них творится какая-то жесть с отливантами. Они текут, они парят, и они, скажем так, ну, оставляют желать лучшего. Опять же, они работают над этой проблемой, ничего не хочу сказать. И если мне приходили парящие, текущие отливанты, они своевременно заменялись, возвращалась стоимость композиции, которая в них была, но это случается, и это надо учитывать. И сейчас я хочу просто провести такую маленькую проверочку. Опять же, я не знаю, случится это или не случится, будет это или не будет. У меня здесь стоит заказ из интернет-магазина Духи РФ. Я его вскрыла, ну, вот именно вот этот скотч, вот этот. И сейчас я хочу распаковать и посмотреть. У меня здесь заказаны в том числе отливанты. Я хочу посмотреть, насколько отливанты, ну, скажем так, пришли травмированные. Комплектация пакетик. Так, вот здесь у меня заказано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь подарок, это уже не отливант. Семь отливантов. Запаха я не ощущаю, что, ну, скажем так, обнадеживает меня в плане того, что они не пролились. Давайте быстренько распечатаем. Чаще всего у них текут пятерки и десятки. Малыши у них никогда не текут, малыши у них никогда не парят. Посмотрим, попробуем. Сразу распечатка одного из отливантов. Ну, что, он сухой, что я могу сказать. То есть, первый этап пройден. Отливант сухой, он явно не протек. Смотрим дальше. Здесь наклейка, наклеим потом. Раскручиваем. Наполнение полное отливанта. Видите? Держится плотненько, все хорошо. Не течет, не парит, запаха нет. Проверяем функциональность его спрея. Вот это вторая проблема, с которой у них сейчас беда бедовая. Не работающий спрея. Нет. Отливант полностью рабочий. Пойдем дальше. Давайте еще один распечатаем. Если я после распаковки, я сейчас не буду занимать много времени на распаковку, потому что не самая интересная тема. Проверяем второй отливант. Он тоже пятерочка. Запаха нет. Он сухой. Распаковываем, смотрим. Сразу проверяйте. По наполнению, по наполненности опять же ничего не парит. Полное. Давайте я даже раскручу, покажу. Ну, я бы сказала, даже прям с горлышка, всклинь практически. Смотрим. Нет, рабочий спрей. Ну, могу сказать, что сегодня нам повезло. Если увижу на других отливантах какую-то проблему, возможно, даже запишу у себя в канале продолжение. Но, опять же, меняется все беспрекословно. Тут же, моментально, составляется заявка и решается вопрос. Вам присылается и атомайзер новый, и стоимость возмещается, либо заново собирается весь заказ. Все, мое впечатление. А, наверное, надо подвести какой-то итог. Ну, итог, собственно, подведен количеством заказов. Максимальное количество заказов у меня на духах. Второй по количеству заказов интернет-магазин это ориенталь и третий это рандеву. Покупайте, выбирайте, пишите свое мнение. А на этом все. Всем пока, смотрите мой канал. валяяяяяяяяяяяяяяя 삶а, Продолжение следует...